очередной блочок после русского насоса из подмосковья от дмитрия пришел он с симптомами значит остановился внезапно двигатель и после манипуляции с компаундом кое-как он заработал со слов дмитрия ну в общем вскрытие показала что припой растекся до процессор до процессорного управления и в общем вот эти вот вывода идущие на управление рядом проходящие с перегруженной частью на платье в общем припой начал их замыкать что нарушил его режим работы и соответственно после остывания он возобновил работу но принято было решение все-таки удалить а удалить было что плата появилась уголь в перегретой части и припой которые там растекся пришлось удалить вот переделать систему питания перегруза чтобы это не происходило дальнюю дальнейшем ну при правильной эксплуатации если это будет опять же насос и перегрев перегрев будет то есть уже подобная ситуация не случится в это в этой конкретной точке на плате ну что в общем пробуем пробуем запускать все переделано и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, разгрузка тебе будет необходима, обязательно. Или оригинальный насос, или роли разгрузки, грамотно сделанные. Роли разгрузки мы цепляем на угловой, пришедший... Пришедший с аккумулятора провод плюсовой. Это вот этот. В каком-то из видео я там рисую, объясняю. И там я снизу пометочку сделал, что я ошибочно указал вот этот провод. На самом деле, провод крайний, это и есть плюс. Это на стартер. Прошу не путать и простить меня за ту ошибочку. Но я там подписал. Для тех, кто внимательный, там понятно. Так что, ребят, пользуйтесь движками разумно. Где-то там нашел видео, где парень ставит этот автомобиль и говорит, вот, очень просто. И один человек там комментирует. Но в чем проблема? Там ребята как бы отозвались о ремонте. Ну, высказали свое мнение под этим видео. И какой-то человек там написал. Я вообще не помню, как его имя. В чем проблема-то? Давление 3-то, давление 3-то. В общем, заблуждение с моей точки зрения есть. Полтора ампера не может нагнать насос. Но он забыл одну деталь. Что продуктивность, производительность. У нас болгарка на 200 ватт. Болгарка на 600 ватт. Имеет одни и те же обороты. Правильно? Ну, если кто понимает. Но мощность разная. Это говорит о том, что данный насос на двигателе, этом родной. Он полтора ампера потребляет под нагрузочкой. Почему он накачивает это давление? Потому что он создает тот объем, который необходим. Ему этого достаточно. Автомобильный. У него производительность выше. Соответственно, и токи. И тех, кто заблуждается, я прошу, конечно, понять просто такие вещи, как расчетная схема. И если у вас расчет на такой ток, то нагрузив. Вот, допустим, возьмите лампочку от поворотника, поставьте лампочку от фары галогеновые. Посмотрите, что у вас будет с плафоном и с проводом. Ну, это для тех, кто сомневается в том, что, ну, то есть, есть какая-то доля вероятности, что есть люди, которые сомневаются. Но это выливается. Если полезете на канал, посмотрите, то вы поймете. Это выливается в большой объем трудностей у тех людей, которые обратились, которым поставили, они сели, выпили, поехали и доехали. Рано или поздно, я не знаю, что на том канале у этого человека, там какой-то Владимир, кажется, из Украины, вроде как, он сказал, Ну, я сниму там видео в конце сезона, дальше я что-то не увидел. Может быть, оно и существует, это видео о работе. Ну, у него там безаккумуляторные, румпельные, насколько я понял. И в итоге я не, как говорится, не предлагаю там что-то, ну, что какие-то. Пусть люди вводят, но, парни, если вы хотите, чтобы ваш двигатель хорошо работал, вот я на этом двигателе испытываю множество блоков. Да, я не сомневаюсь, что блок не нанесет урона, при условии, что этот блок не после переполюсовки. Если я после переполюсовки его сюда сун, да, у меня могут быть проблемы. Или на моем случилась переполюсовка, я не имею права ставить новые блоки от других людей, иначе я их все поубиваю. Вот, на то есть причины, и если кому интересно, на канале есть об этом. Так, ну что, заводим все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Не прогреты еще хорошо, поэтому чихнул, нельзя резко набирать, давать ему газа, то есть прогретый он ведет себя правильно, а резко когда даешь, сбавляешь, бензин не успел загореть, и в какой-то степени был чих. Продолжение следует... Почему газовый? Чтобы выработать, по мнению многих, может так получиться, что остаточное количество бензина, оставшееся в насосе, может работать какое-то время безнормально. Если, как говорится, если насос вообще не в режиме, не работает, то есть на него не идет питание, то он до минуты может работать на том топливе, которое там держит обратный клапан, то есть он держит давление где-то 2,5. Ну и этого иногда хватает, если двигатель прогретый, его иногда хватает, если даже отключить насос, ну на какое-то время. Ну, 15 секунд примерно, оно бывает до минуты в жару, то есть расход меньше, соответственно, как бы ему надо меньше, он вырабатывает это топливо какое-то время. Поэтому насос, который здесь стоит, родной, он имеет производительность ниже, но для данной кубатуры, данного двигателя его хватает. Поэтому, парни, немножко не путайте мощность и обороты токи и производительность. То есть это надо понимать, если кто-то и пишет, я посоветовал бы, наверное, попробовать, попробовать понять это. Вот, потому что, как сказал тот парень, там вибрации, нагрузки, нагрев он должен выдерживать. Так это общее мнение о всем целом блоке, но есть цепи, которые заточены под определенные условия работы. И если эти условия нарушаются, мы получаем проблему. А если мы получаем проблему, он должен понимать, от чего она приходит. Поэтому, ребят, ставьте всегда, если вы дорабатываете, знайте, если двигатель румпельный, и в нем нет зарядки, этого блочка, то вы сможете запитать насос только от отдельного аккумулятора, и не сможете ходить просто без аккумулятора. Ну и, соответственно, он будет садиться. Единственный выход из положения, конечно, он существует. Если кому-то надо переделать систему и запитать насос от... Я бы, конечно, этого не делал, но в край, в край можно. Вопрос в другом. Так никто и не отписался, получилось ли разгрузить насос, подав на автомобильный насос питание через галогеновую лампу, снизив его производительность и ток. Не знаю, у меня просто стоит родной, я не могу и не буду этого делать, но, может быть, кто-то все-таки с этим решит попробовать. Это снизит ток потребления, заодно увеличит срок службы насоса, и, соответственно, кто в теме, я думаю, понимает, о чем я. Мы ставим реле разгрузки, но питаем насос через лампу от автомобиля через две спирали, и тем самым мы понижаем напряжение, соответственно, понижаем ток. Немного понижаем, и это может на пользу сработать. Так, всем доброго времени, удачи на воде, аккуратнее, холодная вода сейчас, техника безопасности на высоте, ночи сейчас длинней, рыбакам удачной рыбалки, а тем, кто пользует такие движки, кататься не ломаться, как сказал Виталий, кажется, из-под Нижнего Новгорода. Всех благ, до свидания.